Самаркандской синагоги. Строительство ее продолжалось несколько лет и завершилось в 1891 году. На одной из стен выбита надпись на иврите, гласящая «Синагога была воздвигнута по воле и на средство раввина Рафаэля бен Моше Носи в память жены Споро». Сам Калантар так и не успел помолиться в своем детище. Он умер в том же году от эпидемии холеры незадолго до завершения строительства. Проектировал храм и руководил его строительством Усто Давид, сын Авраама Хамоми. Здание синагоги, возраст которой перевалил за 100 лет, и поныне украшает еврейскую махалю. Конечно же, за прошедшие годы синагога неоднократно подвергалась реконструкции. В советское время, в период воинствующего атеизма, она была закрыта, а само здание использовалось для хозяйственных нужд. В годы Второй мировой войны здесь размещались семьи эвакуированных из прифронтовой полосы людей. Последняя реконструкция здания была завершена в канун празднования 150-летия еврейской махали. В настоящее время синагога имеет вид квадратного помещения размером 10 на 10 метров. Для женщин пристроена комната Бибичахона размером 4 на 4 метра. Стены главного зала отделаны ганчем и резьбой по дереву. Здание синагоги венчает купол Гумбас, покоящийся на восьмигранном барабане. Именно этот купол и дал название храму – Канесой Гумбас. В начале 20-го столетия, когда прежние законы были отменены, в еврейской махале была сооружена так называемая Большая синагога – Канесой-Калон. Она состояла из шести раздельных помещений, в которых одновременно могли молиться десятки прихожан. Большая синагога строилась на средства состоятельных евреев – Рафаэля Фузайлова и Завулу Немоши Боя, Минахи Макусаева, Авраама и Якуба Калантаровых. Здания ее значительно изменились, и в настоящее время здесь располагается центр духовности и просвещения. Почти одновременно с Канесой и Калон в махале появилась и другая синагога, выстроенная еврейскими родами, выходцами из Ирана и Афганистана – Абрамовыми, Кобули, Акиловыми и Левиевыми. Отсюда и название храма – Канесой-Эронихо. Затем, через каждые 5-6 лет, в махале прибавлялось еще по синагоге. Сначала семьи Мулакандовых, ныне здание средней школы номер 26, затем семьи Давида Калантарова, последнего официального главы еврейской общины, и, наконец, Канесой и Талмуд Тора, завершенный в канун Октябрьского большевистского переворота. Как и в других местах компактного проживания евреев, в Самарканде существовало похоронное общество Хевроки Душо. Члены этой общественной организации занимались не только захоронением своих сородичей, но и ведали проблемами содержания и благоустройства кладбища, оказывали материальную помощь нуждающимся людям. В Бухарском Эмирате официально существовали лишь мусульманские кладбища, причем отдельные для суннитов и шиитов. Немногочисленные же представители всех других религий, христиане, иудеи и язычники, собственных кладбищ не имели и хоронили своих покойников на существовавших. Однако могилы кафиров были отделены от мусульманских определенным участком земли, своеобразной нейтральной полосой. Так было и в Самарканде. Евреи хоронили своих близких на пустыре, прилегавшем к мусульманскому кладбищу Шахизинда. И позднее, после заселения Махаля и Яхудеон, они продолжали осваивать под захоронение пустующий участок между гробницей Хаджи-Данияра и мусульманским кладбищем. В конце 1870-х годов, когда Самарканд являлся уже центром Заравшанского округа в составе Российской империи, и законы Бухарского Эмирата были навсегда упразднены, обитатели Махали стали подумывать о собственном кладбище. Пользовавшийся расположением российских властей, глава общины Мошека Лантаров вскоре получил разрешение городского хозяйственного управления и приступил к делу. Фактически, кладбище евреев уже существовало, но теперь оно было узаконено и юридически, так же, как и возникшее в 1870-е годы христианское кладбище в северной части Самарканда. Благоустройство кладбищенской территории решено было начать с возведения глинобитной стены, отделив тем самым еврейские захоронения от мусульманских. Летом 1878 года при постройке этой стены от солнечного удара скончался лидер общины Моше бен Абулхайр. В знак глубокого уважения и признания больших заслуг покойного соплеменники захоронили своего Калантара у еще незавершенной стены. Заботы о кладбище легли на плечи Рафаэля Калантарова, возглавившего еврейскую общину после смерти отца. В соответствии с религиозными установлениями здесь была построена часовня, ханака, для отпевания усопших и другие необходимые помещения. Особенно трудным делом была проблема водоснабжения кладбища. Источником питьевой воды был единственный колодец. Воду же для технических нужд необходимо было получать из речки Оби-Машад, протекавшей на 34 метра ниже уровня кладбища. Однако с помощью энтузиастов-патриотов и эта проблема была решена. Кладбище постепенно приобретало вполне благоустроенный вид. Каждому роду был выделен для захоронения отдельный участок земли. Строго соблюдался и иудейский религиозный обряд похорон. В те времена на могилы клали лишь специальные плиты санги-кавуро с указанием имени покойного и его отца. Свой материальный вклад в дело благоустройства кладбища и оказание помощи нуждающимся внесли богатые предприниматели Абрамовы, Кобули и Хамоми, Пинхасовы, Фазыловы, Мулакандовы, Фузайловы и Калантаровы. Наиболее раннее захоронение, обнаруженное на территории еврейского кладбища, датировано 1832 годом. На могильной плите сохранилась надпись на иврите, донесшая до нас имя покойной женщины, Лео Буз. На протяжении целого столетия самаркандские евреи строго придерживались при захоронении всех предписаний иудаизма, запрещавших ограждать могилы, ставить скульптуры и изображать лица умерших на могильных плитах. Однако в последние десятилетия традиции предков стали повсеместно нарушаться, и еврейское кладбище заполнилось многочисленными мраморными или сделанными из габра над могильными памятниками светееватыми надписями. Различными украшениями и портретами покойных. Сами же надписи на могильных плитах сделаны на иврите, еврейско-таджикском или русском языках. За долгие годы существования тринадцатый участок, так евреи называют свое кладбище по аналогии с Махалей, разбитый на 12 участков в соответствии с число колен израилевых, значительно разросся. А в 1984 году здесь был сооружен мемориальный комплекс в память о самаркандцах, погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой войны. На этом же кладбище нашли вечный покой как простые и незаметные труженики, так и широко известные в советское время деятели культуры, науки и просвещения. А жизнь продолжается. Меняет свой облик старая еврейская Махаля, перестраиваются многочисленные дома в европейской части города, люди переселяются на свою историческую родину. Не суждено меняться лишь бед полем, кладбищу, которое, надо полагать, еще долго будет основным материальным памятником пребывания евреев на самаркандской земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова